Рейнар появляется в левом верхнем углу, представитель команды Gamer's Origin, Италия. И раз уж я назвал его украинцем в прошлом сайте, грех теперь не исправиться, но ебте друга его соперник представляет Франция. Два игрока из Западной Европы. Ну и Сэрл живет на противоположном конце Европейского Союза и уже ждет этих горячих парней в финальном матче. Хата Газпул играет Рейнар, ничего не придумывает. Ну и на этой карте Птидрога не будет пытаться помешать им хедчери поставить. Что, наверное, неудивительно. Очень большая карта, далеко ехать. Надо до пилона еще выезжать, и в этом нет никакого смысла. Слишком все тонко, и можешь остаться в минусе. Минус уже тонкий, правильно? Правильно. Шутейка в стиле Олси. Особенно Олси, который три ночи подряд комментировал доту, а потом на Старкрафт приехал. И говорит, что юниты были зеленые, как огурцы, а стали красные, как помидоры. Старгейт тем временем у Птидрога. Был Старгейт и в прошлой игре тоже как-то не то, чтобы шибко полезным оказался, но в целом стиль стандартный. Было бы любопытно посмотреть, если бы Птидрога поиграл что-то типа стратегии статса, помните, с тремя ракулами. Бесконечными ловушками. Тем временем Сталкер начинает потихоньку пинать Аверлорда. Вообще, кстати, довольно необычная история. Видимо, здесь Дрога под карту подготовился. Ну, прямо скажем, обычно Сталкеры ранние Аверлордов не сбивают. Тем более зерлинги на карте есть, они просто не успели. То ли Дрога посмотрел, как именно Рейнор Аверлордов отправляет, то ли у него может быть в целом. Ну, под зергов такая вот история есть. Причем Аверлордам даже скорость доделалась. Ну, вот конкретно этого Авера она не спасла. Очень так любопытно и на Тоненького отыграл в этой ситуации Протас. Микро-преимущество, которое довольно важно в начале. И, кстати, Рейнор там что-то прям по-илейзеровски Аверлордами заказался. У него 51 на 66, у него еще Аверлорд заказан. Вот-вот доделается. Полетел тем временем первый Оракул, второй строится. Посмотрим, что в этот раз Птидрога сможет из них извлечь. Мне казалось, что все Протасы должны начать играть статсовский билд, но, возможно, все Протасы обнаружили, что не только лишь все они являются статсами и могут так здорово Оракулов использовать и не отдавать их так долго. Навязывая экшен сразу в нескольких местах. А вот как играет в этот раз Дрога Флит Бикон с трех... Точнее, с двух Быстрых Оракулов и Феникса. Это очень любопытно. Масс Феникса... Нет, погодите, он добавляет два Старгейта, то есть это, по идее, не просто Масс Феникса, это, видимо, сразу там керриеры Темпесты. Но, может быть, будет все равно какая-то промежуточная стадия с Фениксами. Сейчас посмотрим. То есть особенность этой карты ясна. Здесь достаточно легко взять и защитить три базы. И вот так вот играет Француз. Сразу в керриерах. Без промежуточного звена в Фениксов с доминацией. Ну, в воздухе и в земле, да? Потому что Масс Феникса и Гидру неплохо, скажем, убивает. Но он идет сразу отменяется. Темпест заказывается именно Батон. Надо апгрейд на атаку, не забыть. Ну, и Рейнор отвечает внезапно Нидус. Это может быть очень фиговая новость для Дрога. Потому что он, мне кажется, еще не готов драться. А Нидус, это значит, что ему драться придется. Апгрейд на атаку по воздуху заказан. По земле тоже. Отдано Ракул. Что очень критично. Потому что Оракул помог бы справиться с лингами. Жестко. А, так здесь хосты. Здесь не Нидус с королевами. Не, ну тогда, может, все не так и плохо. Просто можно достроить Фениксов. Фениксы будут сбивать Локустов в воздухе, да и поднимать их. Оракулами главное их подсвечивать Ревелэйшеном. Самих хостов. Ну, все будет не так плохо. Ну, сейчас посмотрим. Куча гейтов добавляет Дрога для того, чтобы была поддержка по земле. Посмотрим, каких юнитов он будет использовать. Мне больше всего нравятся адепты в этой роли. Потому что они справляются с Гидрой. Там Оракул сожжет, конечно же, червя. Да, ну и здесь Рейнер получит инфу, самое главное, что тут именно карьеры вангую мгновенный заказ шпиля. Ну, тут типа не надо быть семи пядей во лбу. Закончилась энергия. Один Нидус ты сжёг, а второй никак. Да, но у Локустов сейчас всё равно кулдаун, так что это не страшно. Карьеры, смотрите, как разлетаются. Интересно. Чтобы проконтролировать точки потенциальной постановки Нидуса. Да, конечно, королевы здесь атакуют этих интерсепторов, но не очень страшно. Ничего ей не сделать, а успевают Локуста-то высадиться. Зилы-то принимают на себя их удар. Чё-то керриер там очень долго как-то справляется с этим всем. Но керриеров будет становиться больше. Здесь не надо недооценивать этих ребят. Даже два шпиля ставят Рейнер. Масс-караптеры с масс-апгрейдами нас ждут. Да, под тремя керриерами уже не достроить, конечно, червя. Это понятно. Тем временем второй апгрейд на атаку, второй апгрейд на атаку по земле. Делается у Тоса. Рейнер с двух своих шпилей покапчутся, казал только одно улучшение. А, ну потому что у него газа нет. У него нет газа на... Всё то, что он тут себе замыслил, он только ставит пятую базу. Но, правда, на четырёх газы добывает. Но, тем не менее. Там забегают линги. Пробочек сколько-то сожрут. Но небольшая проблема. Есть довар. Ну... Хасты это прекрасно, но тут Рейнеру уже надо освобождать лимит. И строить что-то боевое, как мне кажется. Вот первый керриер отъезжает, не успевает. Ой, перекол потрачен! Погодите, а эти караптеры сейчас просто летят, вцепляют на Эксос. Варпает дрога кучу темплеров. У него же нет апгрейда на что? Он будет просто делать архонов. Для этого он выводит сначала их, чтобы они прошли сквозь стенку. Но делаться они будут 500 лет. Внезапно караптеры тут не готовы сражаться с этими... ...каррерами, особенно под батарейками. Вообще, кстати, это такой интересный момент. Попозже с ним закончим, потому что... Роучи здесь выбивают Нексус. Печальная новость для дрога, но... Я бы все равно не спешил его списывать со щитов. Все-таки у него очень жесткая армия. Интересный такой момент, когда играешь лейт-ТВП, тоже он сказывается. Что ты сражаешься темпестами против батонов... Ой, против батлов, когда... Ты не можешь сражаться через атаку, как бы, да? Против батонов. Но если ты сделаешь одних керриеров против батлкрузеров, то они тебя, в принципе, раскайтят и убьют, скорее всего, всех интерсепторов. Вот. И, ну, и пушками немата, короче, будут проблемы. Но если у тебя комбинация и того, и того, и ты темпестами стреляешь издали, то керриеры не дают батонам вылетать в них. То есть они помогают удерживать позицию с батарейками. Вот так это странно и нелинейно работает. Здесь, в принципе, так же. То есть вроде как караптеры их должны выбивать, но они тут, на самом деле, не всегда готовы с ними сражаться. Особенно под архонами. Иногда вот так вот происходит. Лопаются караптеры. Здесь база на центре вот-вот упадет. У керриеров сумасшедший ДПС. Со своим апгрейдом уже вторым на атаку. Архоны, по-моему, зря наверх пошли. Надо было идти просто в нижнюю базу выбивать. Но с ней там работают зилоты. И вполне возможно, что решат ее вопрос. Как говорили во времена компьютерных клубов. Не можно просто отправить туда еще до варбчардж зилота. Ох, как лопнул сочный архон. А в это время 28 рабов уже теряет Рейнер. Все очень у него плохо. Да и не похоже, чтобы он отбился даже в лоб. Экономики у него там тоже нет. Бесполезные хосты продолжают бегать. В принципе, они были бы полезными, если бы они сейчас локустов выпустили. Но сейчас локустов, видимо, нет. Вроде одного батона взорвал там худо-бедно Рейнер. Но этого мало. 1-1. Вот такая победа через быстрых керриеров. И не так-то легко оказалось пробить. Даже и хостами. Такую армию. Потому что вот настолько ранние керриеры успевают, как выяснилось. Даже к первым хостам с Нидосом.